Привет, друзья! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием Кебабы Шеф Ресторант Симулятор Нормально. А почему он голый, интересно? Кожа тела! Быстренько сейчас все пролистаем, посмотрим Это что, он типа в муке? Да, похоже на муку Вначале подумал, может, зараза какая, но нет Живот можно себе нарастить, я даже в зеркале, кстати, смотри Отображаюсь, ничего себе, ретрейсинг, что ли, лучей тут и есть Ух ты, нифига себе, погоди, ну-ка Живот прям выпирает, да, смотри, оба, оба Руки, руки-базуки могу себе намутить, накачать их, прям вот так вот Пускай будут, я все-таки тяжелые огурцы таскаю и нарезаю вместе с картофаном Попец себе могу нарастить, он в зеркало, смотри, как у меня булки отрастают Просто хоба, как будто в штаны навалил Голова, что, волосы можем изменить? Лучше, лучше, чтобы волос не было, тогда волосы не будут падать в блюда Но, у нас будет шапочка, я надеюсь, поэтому, как бы, почему бы и нет? Почему эта стрижка в каштановом цвете, а все остальное блондинистая? Типа намекает мне, выбери меня шляпу Во! Мне вот эта шапка, конечно, безумно понравилась, но так как она сзади выпирает, это не круто Блин, ну почему бы мне нет? Кебаб в мексиканской шляпе не то будет Поэтому давай, наверное, я буду в шапке, которая сзади тупо выпирает Очки! Можно глухие, вот, глухие красные очки, чтобы я нифига не видел, что я готовлю Очки, конечно, на любой вкус практически есть Одежда! Что по одежде? Быстренько себе накидываем Можно было бы и в майке, в принципе А это что? Почему оно порванное? А, оно не порванное, просто у меня тело слишком большое для этого Натянул, как было Все, я в майке остаюсь Пойдет Брюки! Я бы, если честно, в трусах остался Почему бы и нет? Да, наверное, в трусах Обувь Тапочки есть? Тапочки самое оно Тапочек нет, поэтому В красных туфлях буду, крутых Что, вроде бы все Нажимаю кнопочку полный Это, видимо, окей Звонит телефон Я пытаюсь проснуться Но встаем, нет? Отец звонит Батя, здорово! Ты еще спишь? Я сказал тебе прийти сюда утром Хватит лениться Встреть меня перед моим старым рестораном Сегодня у тебя важный день Звонок окончен Батя очень зол Мне по наследству рейс всегда станется Улица какая прекрасная Бабочки летают Пивоварня под боком Алкаши, наверное, не давали мне всю ночь спать Куда мне идти-то? Где мое место? Где мой ресторан? Ты мой батя? Нет, это не ты Отец это ты? Нет, это не отец, но похоже А, вот он с восклицательным знаком стоит Ёлки-палки Че ты мне ручки туда же не машешь? Вот ты где, сынок? Пришло время встать на ноги И я здесь, чтобы познакомить вас С нашим семейным наследием этого ресторана И сделать ваш первый шаг К тому, чтобы стать лучшим шеф-поваром в горле Почему ты на вы общаешься со своим сыном? Во-первых Во-вторых, почему я про твой бизнес не знал? Только сейчас ты мне хочешь о нем рассказать Возьми эти ключи и заходи внутрь О, благодарю Открываем, открываем А тут, кстати, ничего нету Он что, не работал до этого раньше? Давай, включи эти огни Мы сможем посмотреть, как красиво они светятся Какие вот эти? О, неплохо Дверь закрылась Хлопнула так, что меня отсюда больше никогда не выпустят Я заложник теперь Че делать будем, батя? Боже мой, какой беспорядок Выглядит хуже, чем мне казалось Для начала мы должны убрать этот бардак Я действительно хотел бы помочь, но я уже очень стар Хорошо Два пакета в руки я не могу взять Видимо, у меня одна рука Ну, нет проблем Я справлюсь и с одной рукой Где она что-то не пропадала И не такое у нас в игровой индустрии бывало Дедуль, ну я вроде бы как все А, вот губочка, смотри, появилась еще Губочка Спанчбоб пришел к нам на помощь Где-то еще есть грязное пятно Но я его не вижу Абсолютно не вижу Дедуль Ага, может быть в туалете? Пойдем зайдем Блин, да в туалете чище, чем в самом ресторане Пришлось, короче, перезайти Потому что вот эту грязь, я не помню ее, вытирал или нет Вот, теперь все сработало Чисто и миссия продолжается Хорошая работа, мне кажется, что это отличное начало Теперь давай починим эти стены и пол Ты говорил о каком-то интернет-магазине, не так ли? Ну, вроде как говорил, наверное У меня в планшете есть Откройте склад Какой склад? Откройте склад Какой? У меня здесь нету склада, вы что? Наверное, строительный магазин Окей, строительный магазин это склад Хорошо, перейдите в категорию поверхности Ладно Замените рваные обои А, я думал это все-таки фасадный кирпич какой-то Ну ладно, пусть будут обои Нет проблем, покрасим Хаос-флипер какой-то начинается тут Теперь нужно с полами разобраться Выбираем пол Дальше можем выбрать любой там паркет, ламинат, плитку И я не буду сейчас деньги тратить Возьму то, что дают бесплатно И замените старые полы Ну, то есть вот здесь вот Вот Все Хорошо у нас выходит Руки не крюки, и это радует Красиво и аккуратно Лучше, чем когда-либо Теперь давай избавимся от этой соломанной мебели Берем молоток Продаем О, я ее просто ломаю А мне деньги за это дают? Не, по нулям По нулям И что еще я должен продать? Вот это Тут же тоже ящики поломаны И здесь становится все лучше и лучше, не так ли? Теперь у нас есть место, которое мы можем заполнить новой мебелью Переходим на склад, который магазин И берем А, уже не берем Покупаем за свои кромные Давай сразу большой стол за 300 возьмем И будем мелочиться Давай здесь вот поставим столы Раз столик И здесь два столика Также тебе понадобится раковина и столешница Какая раковина? Погоди У меня раковина в туалете есть Важно иметь все для нормальной работы Так, вот за 120 могу Так они одинаковые А, нет, тут два ящика А тут один большой Значит, покупаем с большими Хотя нет, давай с маленькими ящичками Можно перекрасить это все Но я не буду, потому что У меня по цвету иначе все не совпадет Разместите подставку для ножей За 500 я ее могу купить Давай здесь рядом вот с грилем Это же гриль у нас будущий будет, да? Труба, печка вроде бы как похожа на то Пусть будет здесь Итак, все почти готово Теперь нам нужны кухонные инструменты Чтобы начать работу Я хочу, чтобы ты пошел И забрал покупки на рынке Там есть кое-что для меня Ну, пойдем посетим магазин А ты так и будешь тут стоять? Магазин А, на рынок Он же про рынок говорил Где тут рынок есть? Рынок Офигеть, еще на рынок ходить И покупать продукты нужно Хотя написано, посетите магазин Здрасте А что мне тут купить нужно? Вот еще магазин какой-то Ты, наверное, новый шеф-повар Твой отец был шикарным поваром Да хватит уже трепаться Я пришел за заказом Вот эта коробка, это мое? Я беру это Вернитесь в ресторан Отличной работы Теперь доставай все из коробки И давай приступим к готовке Нет проблем Здесь есть чашка для смешивания Чашка на чашку Ножик Ножик сюда, наверное А, это шампур был Еще один шампур Это мука какая-то А, угли Это угли И мешок Еще угли А, тут картинка другая Это что? Сумка для дров Это дрова, оказывается Шампура решил сразу на гриль закинуть Теперь мне нужно открыть книгу с меню Меню Жареная говядина Мне ее сюда перетащить нужно, видимо Проверьте подробную информацию о рецепте Кусочки рибай, стейк, соль, черный перец, помидоры и петрухан Лады закрепляем Нам нужны ингредиенты для приготовления А это значит, что пришло время отправиться за покупками Есть три местных магазина, в которых можно все купить Продуктовый магазин, мясная лавка и рынок Окей, отец Пойдем покупать помидорки Я уже там был, я все знаю Не вопрос вообще Какой странный типок Здорово, я вернулся Мне тут помидорки, петруха нужна А, мне нужно посетить мясную лавку Ёлки-палки А мясная лавка где у нас? Мясо вот здесь Вот Ух ты, там даже свинина настоящая висит Или это говядина? Говядина и колбаса всякие Так, я значит беру стейк Вот эта одна штука И покупаю Спасибо Быстренько мы с этим разобрались Я могу на тачку положить? Можно коробки тут доставлять Никто их и не стырит Коробочку кидаем здесь Пойдем теперь покупать помидорчики Эй, мне пожалуйста помидоры Я у вас тут уже кое-что покупал Добавьте томат в корзину У меня там столько томатов Что, вон, 12 томатов Давай я уже у тебя куплю Ага, вот это вот Спасибо Я буду готовкой заниматься Скоро мне нужно перекусить Надеюсь, мой ребенок сможет приготовить мне кебаб Не так ли? Бать Ты мне не рассказывал про ресторан Откуда я умею готовить кебабы? Ты че? Возьмите ребай стейк Ой, это я петрушку достал Не то Ребай стейк Кладем на разделочную доску Достаем ножик И начинаем все это дело резать Так пойдет? Возьмите кусочек ребая И добавьте перец и соль Берем перец Солим Здесь тоже солим У меня будет два стейка Так Вот посолить А, побольше посолить надо? У меня, короче, не перчится больше Я уже заперчил эти ломтики А у меня все Месяк каплит не происходит Во! Наконец-то сработало! Сколько я раз наперчил-то его Возьмите пакет с углем Окей И заправьте его сюда Кошерно Возьмите пакет с растопкой Ну, то есть дрова И сюда А, ну это щепки Это не совсем дрова И теперь нужно все это разжечь Горит! А где дрова? Куда дрова делить? Подождите, пока Нижняя сторона Ломтика ребая Приготовится Ух ты, красиво как, а! Ну, давай, значит Закидываем все сюда И ждем, пока оно сготовится А как мы узнаем, что оно сготовилось? Когда оно почернеет? Вот, смотри Наводишь на него И показывается прогресс готовки Переверните ломтик ребая А, вот, вращаем его Ага И кидаем его сюда Вот Ну, в принципе, и все Он сейчас сюда готовится Тут же разная степень прожарки Еще есть у ребая Но, видимо, отцу нужно Максимально прожарить Есть! Можно снимать с угля Дальше что? Переверните ломтик ребая Да Я же уже переворачивал Что еще нужно-то от меня? Горе обучения А, вот как еще можно переворачивать Не Короче Я могу взять И вот так вот его Всяко-разно крутить Но это не то Так ты не перевернешь кусок мяса Тебе нужно нажать на R Чтоб она сама перевернулась Понимаешь? Возьмите тарелку Из шкафа для тарелок Берем Кладем Укладываем Что-то тарелка какая-то не та, да? Подожди Я не ту тарелку взял Мне нужна другая Вот такая Вот такая, я думаю А вот эту тарелку можно убрать Обратно Ну-ка Ну Не совсем подходит эта тарелка для этого блюда Но пофиг Выкладывайте кебаб и гарнир Какой кебаб? Вы о чем вообще? Я вроде бы стейк готовил Я не могу с этого обучения Короче Нужно рецепта придерживаться Давай читать рецепт Значит, переместить в тарелку кусочек рябая Пожарьте помидоры Давай возьмем помидоры Так, почему петрушка достается? Я хочу помидоры достать А, вот, теперь помидоры Сейчас мы их нарежем Давай Хочу стейк убрать в холодильник Вот, пускай он там будет Чтобы не портился Нарезаем, значит, помидор Отлично И вот эти ломтики кидаем на гриль Готовим Помидорка обуглилась Можно добавить в тарелку Теперь петруха Ее, наверное, порезать тоже нужно Режем Нет Клал я ножик на эту петруху Не надо ее резать Ну А, смотри Петруха не готовится Тут вязанка петрухи Застоит из шести петрушек Ее можно растормошить Вот я взял одну петрушку Кладу ее сюда Вот Теперь она жарится Надо петруху обратно как-то в коробку убрать А не могу Тогда в эту тарелку положу Петрушенца готова Тоже ее в тарелочку И все Наш типа кебаб в кавычках Типа готов Беру тарелку И вот сюда кладу ее Подать Выпечка 93 Ингредиент 93 Нагревать Общий 1,8 Блюдо у нас холодное Слишком острое Конечно, я туда столько перцев бахал Отсутствует ингредиент Чего это? Черный перец В смысле он отсутствует? Я его туда вбахал Неимоверное количество Как может быть слишком остро Если отсутствует перец? Я вообще не понимаю эту игру Ты уже поел? Видимо, он говорит Я все съел Давай я тебе сейчас чек оставлю Конечно же После визита каждого клиента Тебе придется мыть посуду Ты должен вымыть тарелки Окей О, дедуля мне реально денег оставил 119 долларов Неплохо Мои первые бабки Кладем, значит, сюда тарелку И начинаем все это дело мыть Вот так-то Как ты понимаешь Есть рать факторов Которые определяют Насколько хорошо ты управляешь рестораном Переверни эту табличку И покажи гостям Что ты готов работать для них Ну все, мы открыты А ты давай сваливай А то будешь пугать моих клиентов Ну вот Не забудь постоянно расширять свое меню И помни, что если тебе становится трудно Обслуживать клиентов Ты всегда можешь нанять сотрудников Которые помогут тебе в этом деле Удачи А вот и мой первый посетитель Он хочет Рыбай с картохой Он подошел Такой взял Ну там нету картошки у меня Мне ее купить походу надо Он счастлив И ладно Тут все походу приходят Рыбай А что у тебя Они все какие-то рваные У них На них не налазит Тупо Ой, подмышки прослечиваются На них тупо не налазит Их одежда Они все в обтяжечку носят О, ты доел Что скажешь Ничего не сказал Он просто встал и ушел Ладно, берем тарелки И пошли мыть Хотя у нас и второй посетитель уже доел Все понравилось Тарелку забираю Бабки я оставляю на столе Надеюсь, что их не украдут 119 119 Пошел мыть тарелки А у меня тарелки вообще могут кончиться Как ты думаешь Че, 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 че там Женщина недовольная Че случилось Мадемуазель Блюдо закончилось Какая жалость Тогда мы закрыты Я не хочу, чтобы Недовольные клиенты Портили мой рейтинг Какого фига ты зашел Я закрыл магазин Ой, ресторан свой У меня не open А closet Ты че не русский? А, ты там же closet написал Ты че, не американец что ли? Ух, намыл тарелочки Надо все их теперь сюда убрать И вроде бы неплохо Вот еще бардак бы мне вот этот вот убрать Петруху могу в холодильник закинуть? Могу Пускай там она и лежит Я бы еще туда и коробку с помидорками тоже закинул Чтоб не разгребать это все дело Можно? Можно? Вот, это другое дело Че вот с этой посудиной-то делать? Давай здесь ее пока поставлю День окончен Уберитесь и закройте ресторан, чтобы закончить день В смысле? Я тут еще вон мясо наготовил А мне уже закрываться Хорошо Деньги О, 120 оставил Побольше Тут тоже 120 Тарелку кидаем Да, можно тарелки кидать И это даже удобнее на самом-то деле Не долетел Жалко, посуда не может тут биться Было бы эпично Что она летит в кухню и разбивается Че, я думаю, что Петруху-то в холодильник я отправлю вот так вот А это пускай тут тусит Посмотрим, что утром с этим всем делом будет Выключая свет Закрывая магазин И топаю спать домой Хочу заснуть А мне тут На тебе Меню Конец дня Жареная говядина Приносит тебе Две звездочки И немножечко опыта О, иероглифы какие, да? Сколько звездочек-то я получу? Это довольны клиенты Две звезды Ну, здорово Разблокировал сегодня новый рецепт Я, правда, не понял, что это за рецепт Давай посмотрим Разблокирована Куриная грудка Ясно А на сегодня, пожалуй, это все Если тебе понравилось, ты хотел бы увидеть дальнейшее прохождение этой игры Как будет развиваться ресторан Все-таки его можно ремонтировать, расширять Нанимать больше сотрудников и все такое То ставь лайк Подписывайся И тогда мы вновь увидимся в этой игре Так что, до встречи